Там лодка что ли перевел, ты почти до туда можешь доходить. Жительница Верхнего Услона Ольга Горбунова не узнает родную Волгу. В прошлом полноводная река, собиравшая рыбаков и отдыхающих всего за полгода, оголила побережье почти на 10 метров. Когда там едешь, залив есть перед паромным, пристанью, там уже все пересохло, там камыши, такая мель, очень большие мели. Берег Волги, прежде полный рыбы и плескающиеся детворы, сегодня уже излюбленное место для проведения фотосессии. Впервые за много лет люди без опаски выходят прямо к островам, как к уже существующим, так и тем, что начали образовываться этим летом. Вода ушла настолько, что даже у парома, ежедневно выполняющего рейсы до Казани и обратно, сухая ватерлиния. Обычно она соприкасается с поверхностью воды. Две недели тому назад у Камского устья на мель села баржа. Обстоятельства инцидента выясняла транспортная прокуратура. С июля месяца, вот как жара началась, вот такая самая активная, и вот спад воды резко произошел. Могла ли к такому привести погода, синоптики считают, частично да, лето было очень ранним и очень засушливым. В этом году лето пришло примерно 24 апреля. В то же время лето было очень засушливым. И с 1 апреля и до сегодняшнего дня выпало всего 128 миллиметров осадков. В то время как в норме за этот период должно выпадать около 250 миллиметров осадков. Таким образом, недобор по осадкам также сказался на гидрологическом режиме водоемов. Однако есть и другие причины, и они никак не зависят от жары. Волга, Кама и другие реки Татарстана впадают в Куйбышевское водохранилище. Именно от уровня воды в нем зависит, насколько полно или мелководными будут реки. Летом здесь традиционно сбрасывают воду для сельхозцелей и рыбохозяйств. Так отмечает в Минэкологии Республики Астраханская область попросила продлить на 2 месяца пропускную способность хранилища во время нереста. Как итог, уровень воды у нас резко упал. К сентябрю до критических 49 метров при нормальных 53. В сентябре ситуация несколько изменилась. Куйбышевское водохранилище, оно также срабатывается, но уже в меньшей мере. С 11 сентября по 10 октября данный период мы надеемся, что уровень будет снижаться менее активно, чем в предыдущие периоды. Чем чаще все усиливается, вот это негативное воздействие, тем сильнее оно сказывается. Как считают ученые, если ситуация будет повторяться, то в первую очередь скажется на биологическом разнообразии. Местами на мелководье уже не хватает корма для рыб, а это прямо отражается на ее количестве надежда на осадки. Сейчас, скажем так, более благоприятный период, то есть период похолодания, период, когда скоро все-таки дожди будут и изменится гидрологический режим. С одной стороны, с другой стороны уменьшен сброс сейчас в нижнее водохранилище, поэтому постепенно начнется, скажем так, частичное восстановление. Пока же, по подсчетам специалистов, уровень воды продолжит снижаться и дальше. Причина – отсутствие осадков и низкая приточность более мелких рек. Они тоже подсыхают. Основная надежда на снежную зиму во время половодия наполняются и реки, и водохранилища.